В Чернигове завершили спасательную операцию после удара по центру города. 7 человек погибли, еще 129 травмированы, в том числе 15 детей и 15 работников полиции, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. Всего госпитализировали 42 человека, а 12-летнюю девочку в тяжелом состоянии срочно доставили на реанимобиле в Киеве. Военные Российской Федерации удалили по центру Чернигова днем. Баллистическая ракета «Искандер» заявил глава местной областной военной администрации Вячеслав Чаус. Основной удар пришелся по зданию драмтеатра и площади. Примечательно, что рядом находятся два парка, где обычно гуляют много детей. И православный храм, куда сегодня прихожане как раз шли на праздничную службу. По словам Александра Ломака, исполняющего обязанности мэра Чернигова, несмотря на образ ревностных христиан, которые годами создают в Российской Федерации, сами россияне радуются гибели мирного населения. Они радуются там, они в России радуются тому, что произошло в Чернигове. Я получил сегодня на мой мобильный телефон четыре сообщения по ЦАП с российских номеров, где они поздравляют меня как руководителя временного города с прилетом. Говорят, что нужно поздравить руководителя города, когда удачно прилетело. Как же мы рады, что хлопчиков мы пробили. Вот это одно из четырех сообщений, которое пришло, я вам посчитал. Ну, очевидно, кто-то там в их паблике слил мой номер для того, чтобы вот так вот порадоваться тому, что произошло. Это еще раз говорит о том, что Россия это зло, это государство террорист. И, конечно, мы не забудем это и не простим им никогда. По словам омбудсмена Дмитрия Лубенца, после того, как российская армия попала в Черниговский драмтеатр, возник пожар в помещении хозяйственного суда. Также повреждено здание областной военной администрации и пожарной части. Лубенец также отметил, что в момент взрыва возле театра на остановке общественного транспорта как раз остановился рейсовый автобус. И именно там больше всего жертв. Следует сказать, что в момент удара в Черниговском драмтеатре было многолюдно. Там проходила закрытая встреча инженеров, военных и волонтеров в сфере производства дронов. Организаторы утверждают, точное место проведения называли лишь участником после регистрации и за несколько часов до начала. В то же время российские пропагандисты заявили, что целью армии РФ был фестиваль дронов. По жертвам террористической атаки России в Чернигове объявили трехдневный траур.